А что рисуешь? Ну, мою сетку фею. Мало сетку? Да, это. Фею? Да. Как краешки гею. Рисовать акварелью и гуашью – одно из самых любимых занятий четырехлетней Амины. Над созданием очередного шедевра юная художница трудится вместе с папой. Вдохновение черпают за просмотром фильма. В это время мама хозяйничает теперь уже на своей кухне. В собственную квартиру семья переехала всего пару месяцев назад. И сегодня ее глава Дмитрий полон идеями, как поуютнее обустроить их гнездышко. Тем более, что в скором времени в нем будет и еще один маленький житель. Ну, здесь планируем стенку поставить, здесь манеж, ну и там прихожую, ковры и все остальное. Ну, а дальше уже будем отмечать новоселье. С переездом в семье появилась и новая традиция – собираться вместе за столом и обсуждать прошедший день. Одна из актуальных тем – как обставить новую квартиру. С просьбой посодействовать в получении жилья полгода назад армавирец Дмитрий обратился к губернатору. На приеме у Александра Ткачева он рассказал, что остался без родителей и большую часть жизни прожил с бабушкой. Молодого человека включили в список детей-сирот, нуждающихся в квадратных метрах. По поручению главы региона долгожданные ключи ему должны были вручить до конца этого года. С подобной просьбой к Александру Ткачеву обратилась жительница Кропоткина. Правда, уже на октябрьский прием губернатора. Наталья Циркель тоже сирота. Недавно девушка закончила техникум и теперь работает в родном городе ветеринаром. В очереди на собственное жилье она 19-е. Я хотела бы узнать, когда нам выдадут жилье сиротам. О сроках и перспективах Ткачев интересуется у главы Кавказского района. В решении проблем, с которыми кубанцы обращаются к губернатору, принимают участие руководители департаментов и главы муниципалитетов. По словам Виталия Очкаласова, жилье до конца года получат 85 человек из этой категории. Дом уже закончен. И было устройство в том числе. Мы планируем так, что в ноябре месяце уже эта категория граждан переселится в дом. Он находится в станице Кавказской, Кавказское сельское поселение. На условиях долевого строительства был построен этот дом. И площадь квартир обычно стандартно не менее 33. Так вот в этом доме от 33 до 42. Ну что, тебе такой ответ устраивает? Да, спасибо. Потерпишь? Конечно. А вот краснотарка Вера Трегубова пришла с просьбой от лица всех жителей центральной части города. На оживленном перекрестке улиц Красноармейская и Чапаева на пешеходном переходе просто необходим светофор, рассказывает пенсионерка. Тем более, что вблизи расположена детская школа искусств. Возможно ли в этом месте сделать переход регулируемым, Александр Ткачев спрашивает у главы Кубанской столицы. До 10 декабря там будет светофор установлен. В том месте там действительно требуется установка светофорного объекта с учетом размещения там детской школы. Размещение на этом участке светофора губернатор поручает взять на личный контроль Владимира Явланова. А у коренной горожанки интересуются, как она оценивает преображение краевого центра в последнее время. Как город вам? Город замечательно. Серьезно? Все, да. Мне очень нравится. А что нравится в городе? Все нравится. И убранство улиц, это же красота какая. Все в цветах, все замечательно просто. Мэра Новороссийска, глава региона попросил уделить особое внимание строительству детских площадок. Любовь Жернова на встрече с Ткачевым рассказала о необходимости их создания в микрорайонах с новой застройкой. Построили, сдали новый дом и появилось много малышей. Мы выделили город нам территорию, мы ее благоустроили, а вот саму площадочку за помощью к вам обращаемся. Важно, да. Часть нашей жизни для бабушек и дедушек, чтобы дети были присмотрены. Вы видите, какая у нас ситуация. Проведена определенная работа, проведены уже торги и по ноябрю месяцу, я думаю, где-то до 15 часов мы планируем установить и дополнительно эту площадку. Всего же в этот день на прием к губернатору обратились 7 человек. Уже после поделились впечатлениями. Не ожидали, что их вопросы разрешатся так быстро. Вопрос решился положительный. Все, спасибо большое. Я довольна решением вопроса. Губернатор спросил, как город, что нравится в городе. Все очень замечательно. Осталось довольным. Большое спасибо за то, что такие вообще мероприятия проводятся. Подобные встречи с жителями края от имени президента России Александр Ткачев проводит регулярно. Большинство вопросов решается практически сразу на месте, но некоторые требуют более детального рассмотрения. В таких случаях, как и сроки исполнения поставленных задач, губернатор лично берет под свой контроль.